Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в открытой студии Павел Николаевич Грудинин, директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина, заместитель председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Павел Николаевич! Здравствуйте! Тема сегодняшней передачи «Курс на рыночную экономику столкнул страну в застойную яму». Заканчивается год, и в преддверии Нового года прошел форум «Россия зовет», на котором в некотором смысле противоречивые были высказаны мнения относительно того, что происходит сейчас в российской экономике. Какова реальная ситуация в российской экономике, если президент Российской Федерации и финансово-экономический блок говорит, что в стране все хорошо, а вот, например, глава счетной палаты Алексей Кудрин говорит о том, что национальная экономика в застойной яме. Что сейчас объективно происходит? В самом начале вы сказали, что мы в рыночной экономике, мы в псевдорыночной экономике, и на самом деле никогда не были и в рыночной. Другое дело, что что такое, куда Россия зовет? Президент говорит о том, что стабильность. Я всегда говорю, слушайте, на кладбище тоже стабильность. Ну, нет денег у людей, они не могут купить ничего, соответственно, экономика не развивается. И это стабильность. То есть, стабильно плохое состояние. И тут, я думаю, что все без исключения согласны с тем, которые там выступали, я имею в виду, на форуме люди, что 1% развития экономики страны в статистической погрешности, это очень плохо. И Кудрин тоже сказал, что у нас стабильность. Мы же ничего на самом деле хуже не становятся, хотя мы ждем ухудшения, и ясно, что с 1 января следующего года будут существенные ухудшения, будут повышаться цены, рост доходов не наблюдается, и нет для этого предпосылок. Предприятия оказываются в тяжелом экономическом положении. Вот я просто могу сказать, что вокруг нас огромное количество мелких средних предприятий, которые работают на территории нашего совхоза, и все находятся в очень тяжелом положении. Ни у кого нет никаких инвестиционных программ, все забыли о том, что нужно развиваться, хотят как-то выжить. И, конечно, вот эта вот, я бы сказал, даже не депрессия, а стагнация или экономический кризис, он поступает и становится еще более ощутимым. Поэтому, наверное, президент, ему как-то не так докладывают. Причем, кстати, недавно совершенно Министерство экономического развития и ее руководитель, министр Орешкин, сказал, что мы достигнем уровня сегодняшней Венгрии и Польши где-то через 18 лет. Он сказал так, что через 18 лет у нас доход будет примерно, допустим, 900 долларов на человека. А сейчас уже в многих странах мира, таких как Польша, Венгрия, которые не имеют никаких природных богатств, не имеют, ну и всегда отставали в Советском Союзе, ну, Советский Союз гораздо быстрее развивался, они оказались в, скажем так, в лидерах по сравнению с нами, и мы их догнать можем только через 18 лет. Поэтому, я думаю, что вот эта вот стабильность на кладбище, она правительством достигнута. Как быстро нас всех, я имею в виду, предприятия захоронят, ну, то есть, под этим беспрецедентным налоговым временем, административным давлением, мы погибаем одно за другим. Вы просто, знаете, как президенту, правительству нужно взять статистику и посмотреть, какое количество заводов, фабрик, сельхозпредприятий разорилось за последние 15 лет. И на их месте ничего нет. Вот, кстати, я недавно читал, а потом давал интервью по поводу того, что немцы сказали, что у нас около миллиона гектар, больше миллиона гектар под борщевиком. Ну, такое, скажем, неприятное растение, которое, по сути, является очень страшным сорняком. Его очень трудно вывести потом. И если миллион только под борщевиком, значит, это поля, которые не обрабатываются. А у нас уже больше 100 миллионов, получается, гектар земли, которые просто выведены из сельхозаворота. Она говорит, и вот это вот все в совокупности говорит только об одном, о том, что мы говорили, кстати, год назад с вами, по-моему, о том, что нужно менять экономическую политику государства, нужно больше денег направлять на пенсии, на борьбу с бедностью. Тогда в этом случае появится смысл у предприятий работать, производить качественные товары в больших объемах, продавать этого населению. Потому что сейчас бессмысленно производить, что ли. Вы сказали, что Владимир Путин, президент, гарант Конституции, он не в курсе, он действительно не в курсе того, что происходит в стране. Ему какие-то неправильные отчеты дают. Он вообще, и он вот недавно совершенно послал Дмитрия Медведева за МКАД проверить, насколько тяжелое налоговое бремя на население страны. Он вообще послал. Мне понравилась ваша фраза, он вообще послал премьер-министра. Но вообще-то премьер-министр должен был знать о том, что... А вы знаете, что перед тем, как послать Медведева, Путин поговорил с председателем профсоюзов России, Шмаковым. И тот ему доложил, что ситуация с увеличением налогового времени для простого населения такова, что люди уже просто не выдерживают. Вы знаете, я не склонен, как некоторые горячие головы говорят, что наше правительство или наш руководитель, это агенты, скажем так, каких-то западных спецслужб, они специально развивают Россию. Я думаю, что просто у них неправильная информация. Вы знаете, что в 90% случаях руководитель принимает неправильное решение, потому что он неправильно докладывает. Если вам все время будут докладывать, что все хорошо, а сами вы на улицу не выходите, то вы будете думать, что все, дорожки почищены, снега нет, все время солнце. Но если вы выйдете на улицу... Вот тут, мне, кстати, не совсем понятна эта ситуация, когда вдруг неожиданно Владимир Владимирович приехал в аптеку. Но если бы он разбирался в ценах, то он понял бы, что, например, купить простые, абсолютно простые лекарства, для пенсионера, у которого средняя пенсия 10 тысяч или 11 тысяч в Санкт-Петербурге, максимум до 13, просто невозможно. То есть пенсионеру нужно выбрать. Либо он покупает еду, либо он покупает лекарства. Либо платит за ЖКХ, что-нибудь одно. Поэтому, судя по всему, либо президент просто не знает ничего, что происходит в стране, либо тщательно прячется от этих проблем. Потому что решать их просто необходимо. Вы же помните сами, президент в мае написал такой указ 204, где написал, что главная задача — это борьба с бедностью. И после этого подписал законы о том, что нужно повысить налог, что, например, сейчас в Московской области, да я думаю, по всей России, будет такой экологический коллапс мусорный. цена на вывоз мусора увеличится в разы. А это все платят простые граждане. Вот они, например, мы с вами не знаем, или вы пока не знаете, я-то знаю, что как минимум вдвое увеличится стоимость вывоза мусора. А это может привести просто к экологической катастрофе, потому что денег у людей нет, мусор перестанут вывозить. Если мусор перестанут вывозить, он завалит в ближайшее время пригороды, поля, в том числе и нашего совхоза, потому что он пригородный совхоз. И это будет такая экологическая катастрофа. Ну, например, правительство Московской области четко идет прям к этой экологической катастрофе, причем недавно совершенно, там год назад были, знаете, экологические бунты по всей территории Московской области. А сейчас это станет повсеместно и просто в огромных количествах. Поэтому повышение цен на бензин, который вот-вот грядет и будет, скорее всего, приведет, может быть, к такой же ситуации, как в Париже. Видите, что сейчас происходит? Причем там цена на бензин не так сильно выросла, как у нас вырастет. НДС увеличенный на 2% приведет к увеличению одновременно цен и к тому, что предприятия начнут больше платить налог. Это такой налог, который платим всем, и без исключения. Все эти новшества правительства, которые подписал президент, они все приведут к еще улучшению экономической ситуации. Не знать об этом? Я думаю, что президент, наверное, может быть, просто ему не так докладывает, что это ничего страшного. Но, с другой стороны, знаете, над народом уже на протяжении не одного десятка лет издеваются. Вы слышали, да? Монетизация льгот привела к тому, что пенсионеры стали нищими. То есть они теперь, к сожалению, тех денег, которые якобы хватало бы на покупку лекарств, ну там, на проезд, на многое другое, уже точно пенсионерам не хватает. Различные реформы, типа административной, которая призвана была сократить количество чиновников и уменьшить расходы на содержание чиновников, привели к увеличению чиновников и к тому, что денег, вы знаете, что теперь на все здравоохранение, образование и культуру в Российской Федерации в бюджете 19-го года заложено столько же денег, сколько только на одну госслужбу. То есть, получается, чиновники находятся во столько же, сколько врачи, учителя и еще и работников культуры. И поэтому все реформы вот этой власти, которые проходили, они, в общем-то, ее делали для блага, а на самом деле все получилось с точностью наоборот. Вы знаете, майские указы, когда сказали всем повысить зарплату, я имею в виду бюджетникам, вы знаете, бюджетники получать стали ненамного больше, а количество бюджетников сократилось, то есть тех людей, которые нас с вами обслуживают, в больницах, в поликлиниках, в учебных заведениях, и стало меньше гораздо. Поэтому мы же всегда надеемся, знаете, на доброго царя и бояр, который его обманывает. Но я думаю, что постепенно у народа эта надежда пропала. Почему население, как вы говорите, позволяло и позволяет издеваться? Вот такими методами над ним же. Нет, оно не позволяло и не позволяет. Надо просто знать наш народ. Наш народ долго запрягает, потом быстро едет. Слышали эту фразу, да? Это правда, действительно. У нас очень тяжело людей раскачать, вывести их на улицы. Другое дело, что еще Пушкин говорил, что нет ничего бессмысленнее, беспощаднее, чем русский бог. И когда люди выходят, то это не будет так, ну скажем так, так как это случилось в Армении или во Франции. Это будет гораздо хуже. Просто у власти нет, так же, как и сто лет назад, нет понимания, что вообще происходит. И царское правительство сто лет назад не думало о том, что будет революция. Оно думало о том, что мы же нормально живем, посмотрите. Оно живется какими-то там заборами. Вы поехали к любой резиденции нашего правительства, президента. Вы посмотрите, какой высоты там заборы стоят. Они думают, что, как помните, это вот Мария Антонетта, французская королева, сказала, что, а что народ бунтует? А там ему сказали, хлеба нет. Ну пускай едет пирожное. А вам ничего не напоминает то же самое, когда спикер Совета Федерации, представитель Совета Федерации Матвиенко, сказал, а что там студенты? Пускай живут в однокомнатных квартирах. Она даже не понимает, что для студента однокомнатная квартира это вообще недоступная вещь. Они даже снять ее не могут, не то что уж купить себе однокомнатную квартиру. Поэтому сейчас примерно та же ситуация, как сто лет назад, когда так называемая элита, или они себя считают этой элитой, она вообще оторвалась от жизни. Поэтому президент говорит премьер-министру, слушай, съезди за кольцевую дорогу, ты посмотри, что там с народом-то с нашим. А он говорит, батюшка, все хорошо, нормально. Они живут, они же пока не выходят на улицу. Ну там вышли те фермеры, которых отобрали землю. Вон вышли там те, которые, дальнобойщики, у которых вели Платона, они не смогли дальше бороться. Они борются, но тихо. Вышли там шахтеры где-то, которые против олигарха, а им зарплату он не платит. Вышли работники там, какого-нибудь космодрома, которому тоже зарплату за полгода не заплатили. Ну вроде пока все нормально же. Там договорились, тут договорились, тут наехали, тут похватали, посажали. Видели, что в Кунцево творится. Люди просто теряют свое имущество. И с ними вообще-то никто и разговаривать не хочет. Какие структурные изменения необходимы для роста экономики? И что мешает? Какие факторы мешают этому росту? Вы понимаете, прежде всего начать нужно, конечно, с власти. Ну и система налогообложения, система распределения налогов должна быть изменена. Но главная структурная реформа, когда, еще раз, в общем-то это написано в 204 указе президента Российской Федерации, что нужно побороть бедность. Вы же поймите, за последний год-два мы с... Ну не мы, я имею в виду, не нас с вами, а Государственная Дума с президентом, с правительством уменьшила налоговое время на олигархов и увеличила на простых граждан. А вот это нужно совершенно поменять. Именно наши олигархи должны платить больше. Мало того, когда они попали под санкции, ну не буду сейчас об этом говорить, о том, что правильно или неправильно, но они попали под санкции, так им компенсировали расходы, ну или не расходы, то, что они ушли в офшоры, то, что там они имели собственность, там у них хранились деньги. Теперь, оказывается, чтобы этим олигархам было лучше жить, мы с вами должны еще дополнительно сдать денег. Ну так получилось. Вы знаете, например, что недавно совершенно президент, премьер-министр Медведев подписал распоряжение, где закупает огромное, на 10 миллиардов рублей закупает алюминий, который вообще-то нашему государству не нужен, чтобы поддержать дерипаску. Причем закупает на 1000 долларов за тонну больше по цене, чем рыночная стоимость в мире. Зачем? Учитывая то, что не хватает денег на пенсионеров, на то, что мы оплачиваем там сами уже здравоохранение, собираем деньги на операции, сложные детям. Зачем 10 миллиардов рублей вытаскивать из бюджета и отдавать дерипаске? Тем более, что алюминий этот никому не нужен. Мы не производим, к сожалению, большого количества самолетов, ну и чего-то из алюминия. Это все говорит о другом, о том, что власть понимает, что она полностью зависит от олигархата и никак не зависит от народа. Можем ли мы говорить о путинской стабильности во власти или все-таки существуют разрозненные враждующие группировки в элите? Как можно оценивать, что стоит за критикой, например, Алексея Кудрина в состоянии экономики в нашей стране? Это единый какой-то фронт или все-таки это разрозненные группировки? Знаете, в 1995 году я стал директором совхоза, в 1995 году. И тогда были такие, сейчас уже бандитов такого типа нет, они все водили погоны, стали правоохранителями, а до этого были бандиты. И вот эти бандиты, у них был такой способ наезда на предпринимателя, или на тех, с кем они хотят, чтобы им платили дань. Они делили свою бригаду на две части, одна приходила на тебя наезжала, а потом приходила другая, говорит, давайте мы тебе защиту дадим. Ну, просто за деньги. И те же деньги, вроде как ты им отдавал, ну, должен был отдавать, те же деньги, которые у тебя до этого только что их товарищи, как будто бы не из этой бригады, требовали. Примерно то же самое, что Медведев, что Кудрин, это выходцы из одного гнезда. И это именно Кудрин придумал всю эту систему, она получила, конечно, на Западе, скажем так, принесла удовольствие так называемым западным партнерам. Кудрин несколько раз делали лучшим министром финансов Европы. Именно потому, что он угробил все производство в России. Что он всех нас завел, вот, скажем так, под западное производство. Причем он же говорил, это он говорил о том, что нечего давать деньги в Россию, все равно разворовать. Это его идея вывозить деньги, государственные деньги за рубеж, не инвестировать в собственную страну, а хранить в американских ценных бумагах. И поэтому, может быть, эта банка разделила сейчас на две части. Какая разница? Главное, что все, путь-то у них один. Уничтожение российского производства, сделать население нищим, дать им телевизор, в котором платят, платит он не бешеные деньги вот этим, так называемым, пропагандистам, которые должны с утра до вечера рассказывать, как у нас хорошо. То есть, речь не идет о никакой политической турбулентности и формировании впоследствии нового правительства, например. А какие вообще могут быть политические цели сейчас у Алексея Кудрина? Ну, насколько я знаю, по крайней мере, до марта месяца, или до назначения правительства, он испытывал надежду, что его сделают премьер-министром. Ну, что-то не получилось в результате, видите, ему дали такую должность интересную, он теперь вроде смотрит за правительством, такой смотрящий. Главное другое. Он не аудитор, он председатель счетной палаты, а у него аудиторы. Вот недавно совершенно произошло назначение аудитором Орловой. Светлана Орлова, это бывший губернатор Владимирской области. После этого ты понимаешь, Которое, как говорят, абсолютно развалило. Слушайте, знаете как, лесу сделать руководителем курятника, это еще даже не так. Это просто издевательство над здравым смыслом. Но вот эти все назначения, говорят только об одном, власть вообще не собирается ничего делать. Ну, потому что аудитор Светланы Орлова, это, я не знаю, это все равно, что ну, ну, Валуев, председатель комитета по культуре, а, нет, по просвещению науки. Понимаете, как вот парень сюжинбоксом занимался, конечно, пропускал удары в голову, и вдруг он становится председателем комитета по науке и просвещению. это страшная вещь вообще на самом деле. И поэтому все это, череда назначений, говорит только об одном, ну, делать они ничего не собираются. Вот как было, все так и будет. Каков прогноз курса рубля в наступающем году, если не будет никаких санкций, новых санкций? Вы поймите, при всем моем уважении к нашим финансовым властям, они никак не регулируют. То есть, они могут пытаться регулировать это, но если вот кто-то на Западе сделает вот так, вот какой-нибудь Трамп, все рухнет в две минуты. Вы же посмотрите, мы только-то всего там какой-то, даже не конфликт, это ну, просто недопонимание в Керченском проливе привело сразу к резкому падению рубля. То есть, настолько нестабильный, нестабильная наша валюта, что предположить никто ничего не может. Но вот Алексей Кудрин считает, что в России, например, в ближайшие 20 лет дефолта не будет, что курс рубля будет в принципе оставаться в такой допускаемой волатильности, и поэтому можно вкладываться в ценные бумаги, это стабильность, это безопасно. Вы юная девушка, а я вам расскажу, что этот Кудрин когда-то, когда был, ну, скажем так, мировой кризис 8-9 года, рассказывал всем по телевизору о том, что вы знаете, успокойтесь, у нас тут тихая гавань, это такая вот спокойная, поэтому там, где-то там что-то происходит, мы вообще к этому не имеем отношения. А через несколько дней курс рухнул, просто он упал. И поэтому Кудрин может рассказать все, что угодно. Вы знаете, когда вам 10 раз человек сказал неправду или ошибся, 11 раз вы ему не поверите. Вы же умная девушка, поэтому не верьте мужчине, который вас все время обманывал. У него его прогнозы никогда не сбываются. Поэтому это все, что он начнет предсказывать погоду. Бесполезно. На совещании у Владимира Путина вот опять же таки вот этот разговор о разрозненных группировках, есть ли они или нет. Вот Алексей Кудрин, он критикует проекты, которые предлагал этим летом Белоусов, Андрей Белоусов, привлечь олигархов, заставить их поучаствовать в полезных социальных проектах, для того, чтобы они инвестировали в них. И вот Алексей Кудрин полностью раскритиковал эту идею. Как вы относитесь к идее такого добровольного инвестирования со стороны олигархов, создания вот этой рабочей группы? Ну, знаете, это все, все равно, что вот разваливается здание, вы бегаете с валиком для покраски и красть его. Говорите, я что-то делаю, вы же видите, я работаю. Ни Белоусов, ни Кудрин ничего кардинально нового не предлагают. Они предлагают зафиксировать ту систему, которая уже существует. А если вы помните программу «Давать шагов», которую Национально-патриотические силы и КПРФ, ну и я, как кандидат президента, предлагали, мы говорили совершенно о другом. О том, что нужно вообще весь доход вот этих олигархов, ну, от природных богатств направлять в бюджет Российской Федерации. Я вам пример один приведу. Вы смотрите, у нас немного осталось союзников в мире, один из них Иран, Ирак, ну, почему такие вот, хотя Ирак уже не союзник. Они говорят, наши компании типа Лукойла выходят туда для того, чтобы добывать там нефть. Вы знаете, какой там принцип добычи нефти? Заказывают тонну нефти, тот, кто добывает нефть, получает там, допустим, доллар, полтора доллара за тонну. Или за баррель. А все остальные деньги уходят в бюджет государства. А у нас совершенно другая система. Причем, ни в одной стране мира такой бездарной системы нет. Когда вся нефть оказывается у какой-то компании, например, как будто бы государственной, хотя на самом деле она уже давно не государственная. То есть, она не под контролем государства. И все, все доходы попадают к ней, а она платит какое-то количество денег, хочет платит, хочет не платит, уже в бюджет. Так получилось. И поэтому, если говорить о том, что предлагает Белаус и Фолькута, например, на одно и то же. А мы предлагали совершенно другое. Все доходы от национальных богатств за минусом услуг вот этих компаний нужно направить в бюджет Российской Федерации. Ну а в Норвегии так же, например, ну и в других странах мира. А почему у нас по-другому? Почему вдруг у кого-то пятиэтажные квартиры и бешеные зарплаты, хотя вообще они, грубо говоря, снизили добычу, неэффективны абсолютно. Ну вот я, Эксинобел, например, такая компания, которая производит гораздо больше нефти, чем наша компания Роснефть, а количество сотрудников в пять или в десять раз меньше. И они на себя тратят не такие деньги, сумасшедшие, как и тратят на себя правление, например, наших государственных корпораций. И поэтому абсолютно неэффективность, как сказал один единоросс, и абсолютно безответственность. Вот эти две вещи, которые присущи и нашим госкомпаниям, и этим олигархам, которых мы там печемся, Белоусов и Кудрин по-разному пекутся, и нашей власти. Вот понимаете, если вот взять две эти вещи, то ты должен прежде всего поменять государственную политику, поменять законы, деньги направить в бюджет, просто навести порядок с воровством, вы знаете, что это из прессы еще год назад было известно, что мы показываем, что мы продаем, например, 3 миллиона тонн нефти, а наши партнеры, которые мы продали, показывают в три раза больше. По данным ООН, получается, что мы просто не показываем свою вручку, она где-то оседает. Но ясно, что это воруют, называется в России. Может быть, прекратить воровство? Вот если две вещи сделать, прекратить воровство и вранье, может быть, в стране найдется сразу порядок. Сразу появятся деньги на пенсии, сразу появятся деньги для того, чтобы покупать продукты, одеваться. Тогда появится смысл производить ботинки, пиджаки, еду. Тогда, может быть, народ почувствует себя более защищенным. Появятся, кстати, деньги на бесплатное образование, на бесплатное здравоохранение, на то, чтобы чувствовать себя великая держава не потому, что мы там плотик потопили, а потому, что мы реально сильная страна. Как навести этот порядок? Какие все-таки рецепты успеха? Прийти на выборы и проголосовать. Но теперь-то не скоро. Владимир Путин говорит, что цивилизованный мир отдаляется от России, а не Россия отдаляется от цивилизованного мира. Как вы считаете, кто от кого отдаляется? И какие вообще перспективы развития наших отношений с миром? И что будет с нашей экономикой, например, если будут введены новые санкции? Понимаете, все зависит от точки зрения. И там наверху, на мостике управления страной, может быть, как-то по-другому все видится. Мне снизу из совхоза Ленина видно, что это обоюдный процесс. То есть, есть такая фраза, в споре вина от умнейшей. Получается, что если наше руководство внешнеполитическое умное, то это оно виновата в том, что мы отдаляемся ото всех. Или они отдаляются, какая разница? Потому что это, по-моему, такое движение, а навстречу-то никто не идет. И поэтому даже в советское время, когда было противостояние двух систем, когда была действительно холодная война, о которой много говорили, такого, скажем так, количества недоброжелателей в мире, у нашей страны не было. И такое маленькое количество наших партнеров, на самом деле союзников, их просто не было. Мы потеряли всех союзников, без исключения. Хотя когда-то полмира было на нашей стороне, больше половины мира. И многие страны до сих пор. С тоской вспоминают Советский Союз, потому что это была держава, которая могла сказать любой противоположной стране, что, знаете, мы тут у нас собственные интересы, будьте любезны, постойте в стороне, и они стояли тихо. Но еще раз, все внешнеполитические проблемы от того, что мы экономически слабы. Потому что ни с Китаем, ни уже и с Ингией, ни с другими так называемыми развивающимися странами, они уже развитыми стали настолько, что мы их уже догнать не можем. Понимаете, это уже страшная вещь. А мы за 25 лет, за 30 лет упали вообще ниже городской канализации. Именно потому, что мы уничтожили собственное производство, мы фактически устроили геноцид собственного народа. Поэтому нам нужно как-то остановиться и пойти в обратном направлении. 2018 год заканчивается. Какие прогнозы развития экономики в России вы... Печальны. Дело в том, что, понимаете, экономика как паровоз. Вы не можете сразу ее остановить и не можете сразу разогнать. Вот этот процесс, когда остановилась экономика, он не за один год произошел. Это постепенно уничтожили заводы, фабрики. Это было не сразу. Это постепенно сделали бизнес абсолютно зависим от чиновников, от несправедливого суда. И это постепенно привело к тому, что в стране вообще мы ничего не производим. Знаете, что мы сейчас тракторов производим 3% от годовой производства СССР. То есть все крупные производства мы закрыли. И поэтому мы потеряли огромное количество рабочих мест. Ну, вы москвичка? Нет, есть. Ну, дверь тоже еще интереснее. Территория. Ну, смотрите, в Москве был завод ЗИЛ. На нем работало 85 тысяч человек. ЗИЛ закрыт. Где эти люди? Я приехал Владимир, когда Орлова выбиралась. У меня товарищ Шевченко, он тоже там был в выборах. И через день закрыли Владимирский тракторный завод. То есть, окончательно закрыли. Он разрушен. И вы никуда не приедете, везде увидите, что вместо заводов, фабрик, предприятий, торговые центры, это в лучшем случае, или вообще пустыри, и все сдано на металлолом. Это не сразу происходило. И тут тоже надо опять придет какой-то действительно патриотичный человек, который знает, что производство это главное. Это не сразу. Это быстро не бывает. И нужно много работать для того, чтобы что-то построить, чтобы это заработало, чтобы стало выпускать конкурентную продукцию. Поэтому сразу изменения в лучшую сторону не произойдет. Но надо к этому стремиться. Потому что если вы сегодня посеете, то через полгода у вас будут, ну не сейчас, конечно, не в декабре, а надо сеять допустим в мае или там в апреле. А вот потом соберете урожай. Но надо начинать сеять. Кстати, академик Агенбегян, один из тоже людей, который проповедует либеральную экономику, говорил, что если вы сейчас начнете инвестировать, то через три года вы получите результат этих инвестиций. И мы перестали инвестировать в собственную страну серьезно в 2008-2009 году. И через четыре года, то есть тринадцатый, четырнадцатый, мы увидели, что идет падение экономики. Вот каждый рубль, вложенный в экономику, дает через три года эффект, через три-четыре года. Поэтому, если мы сейчас начнем, то есть перестанем покупать американские ценные бумаги, сделаем проектное финансирование, поймем, что деньги нужно вкладывать в дороги, в людей, в зарплаты, еще во что-то, многое, то где-то через три-четыре года мы получим улучшение, если будем медленно работать. Если так, как предлагал товарищ Сталин, то гораздо быстрее. Но это сопряжено с определенными попраниями свобод. Вы знаете, как это было. Поэтому, скорее всего, нужно сейчас просто остановиться, начать работать, и через какое-то время мы получим результат. Как обстоят дела в вашем совхозе? С чем вы вступаете в 2019 год? Когда Рабиновича спросили, как он себя чувствует, он сказал, не дождутся. Я примерно так же пытаюсь вам объяснить. Вообще-то в совхозе 9 ноября мы отпраздновали 100 лет. Это такая дата, когда мы подводили итоги, и у нас действительно есть чем гордиться. Это самые модернизированные рабочие места, самые эффективные сотрудники. Мы стали производить продукции на гектар в 3-5 раз больше, потому что применили новейшие технологии, и европейцы, которых трудно чем-то удивить, приезжают к нам и удивляются, насколько у нас высокая культура производства и высокая степень автоматизации и модернизации, и роботизации даже. Представляете, в совхозе работает 320 работников, и на них стоит, ну, сейчас у нас, по-моему, 10 роботов в общей сумме. Это выше, чем среднеевропейские показатели в роботизации на 10 тысяч работников. Другое дело, что мы, как и вся страна, живем в постоянно меняющемся, или даже постоянно ухудшающемся экономическом пространстве. Все, без исключения предприятия, оказались в сложной ситуации, когда количество собранных налогов с нас увеличилось, а выручка наша не так сильно увеличивается, особенно от сельхозпроизводства, ну, и вообще. И жить стало гораздо сложнее, потому что тарифы увеличились, налоги увеличились, сборы административные, вот, я тут рассказывал, что в сентябре у нас в совхоз пришло 9 проверок. Все рассказывали, президент об этом говорил, прям, федеральному собранию и всем там чиновникам, что нужно уменьшить количество проверок. Они увеличились. Средняя сумма до начисления в Москве и Московской области, там, налоговая инспекция отчитывается, 50 миллионов рублей на предприятие. У нас 12. Пришли, проверили, ну, пошли в суд, не доказали ничего, в суд уже ходить практически бесполезно, почти ничего не может доказать. В результате мы увеличили, так сказать, то есть с нас собирают больше налогов, а обратно деньги вообще не приходят, потому что бюджетного финансирования, так называемых, субсидий, субвенции мы практически уже не получаем. Ну, если на гектар наших пассивов или там на голову коров. Поэтому мы бьемся из последних сил. Но пока все нормально. Средняя зарплата будет в этом году гораздо, ну, не гораздо, а выше, достигнет, наверное, 80 тысяч рублей на человека. Это очень хорошая заработная плата, средняя для сельского хозяйства. Мы в этом году многое сделали, пустили новый цех по производству сыра. теперь у нас есть свой натуральный сыр из собственного молока. Мы построили очень много интересных объектов для детей. Детский досуговый центр открыли, новый. Вот сейчас вот, уже месяц, как у нас катаются дети на коньках, то есть искусственный лед. С точки зрения позитива у нас все хорошо, но управлять значит предвидеть. И поэтому я вот сегодня своих подчиненных настрою на то, что следующий год будет очень тяжелым. Почему? Потому что цена на нашу продукцию не увеличивается, хотя в магазинах она растет, но у нас она остается на прежнем уровне или даже падает. Что налогов мы платим гораздо больше, чем раньше. Нас задушили так называемые душат. Не задушили, я же вам сказал, что не дождутся. Чиновники, которые собрались и напали на нас вместе с олигархами, я их называю рейдерами, пытаются отнять у нас много земли, причем это делается на государственном уровне, то есть это правительство Московской области делает. Мы сейчас с ними судимся, не знаю, как успешно и безуспешно, потому что, к сожалению, теперь предсказать, то есть ты все делаешь по закону, но судья почему-то этот закон не читал и может тебя отказать в справедливых твоих требованиях. Зато требование таких бандитов или там рейдеров, поддержанных властью, оно удовлетворяет на раз и бегом. Поэтому у нас сложное время и я думаю, что следующий год будет очень тяжелым, но, несмотря на это, как сказал я вначале, не дождутся. Мы все равно и 105 лет отпразднуем, и 110, и 200 лет нашего совхоза мы отпразднуем, и совхоз будет всегда. Спасибо большое за ваши комментарии. В открытой студии был Павел Николаевич Грудинин, директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина, заместитель председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Я Инна Добросовестная. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова